Коба резвится на крыше. Да, Кобаська ловил кого-то. Деловой такой. Кого-то он там ловит, на акации, на этой. Ой, жизнь у котов, у собак. Красота. Самое главное, чтобы дома кормили. Было где поспать в тепле зимой. А так... Доброе утро! А мы, как всегда, нам что-нибудь покушать, попить, поесть. А самое главное, мне хочется съездить в храм ваш, в Черноморском. Там такой красивый храм в готическом стиле построенный. И я уже который раз приезжаю, и как только соберусь, я здесь теряюсь в днях недели. Я не понимаю, что сегодня суббота, воскресенье. Понедельник, вот я сегодня запомнила, что воскресенье, жду уже два дня. Хочу поехать посмотреть вашу службу. Ну, я с собой, конечно, взяла приличную одежду, я же не так пойду. Сейчас завяжу себе пореву, как длинную юбку, одену платочек, пойду схожу в храм. А так, ну о чем своем говорить. Вот с утра встала, сняла себе в Инстаграм видео. Какой у нас красивый двор, очень красивое сочетание. Цветет тыква, какие-то желтенькие цветочки, еще такие в тон тыквы. И фиолетовые, я их очень люблю, лаватеры называются. Они есть разных цветов лаватера, а есть вот такие фиолетовые, а внутри у них серединка немножко как белая. И когда они на солнце стоят, даже солнце сбоку откуда-то или там еще где-то, кажется, как будто свет исходит вот оттуда, из серединки цветка. Красивый, неимоверный, совершенно такой легенький вьюнок. Вот кто никогда не сажал, есть огород, посадите, вы вот такое удовольствие получите на них смотреть. Они очень неприхотливые, будут видеться где-нибудь там, удовольствием, те кто-то будут. Да, а по всему двору. Ну, даже, а Люба вот возмущается, а я считаю, даже если они будут по всему двору, они нигде не мешают. Они такие классные, я их прямо обожаю. Вот, ну, поснимала, выложила, позавтракали. Народ возмущается, что сколько можно там есть, а мне хочется, чтобы они все поели и до обеда были счастливы. Ну, когда человек сыт, у него настроение хорошее. Все равно же у нас есть разные аспекты. Что-то нам настроение поднимает, что-то портит. А когда ты сыт, по крайней мере, ты можешь не отвлекаться от своих каких-то радужных, или наоборот, ну, заниматься, короче, своими делами и не думать ни о чем. Мы уже об этом говорили с вами. О том, что есть надо, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Ну, мы пытаемся, чтобы они ели и жили спокойно. Поэтому это, может, немножко возмущает. Вот сейчас съездим в храм, потом поедем, видимо, на море. Погода очень хорошая. Позавчера была страшно холодная ночь. Мы просто были удивлены. Было для Крыма, это, мне кажется, очень мало, 15 градусов. И прям зябко, зябко-призябко не хотелось. Можешь, тетенька хотела кинуться от нас в сторону. Она еще стояла далеко на тротуаре, увидела нас, испугалась. Даже я немножко испугалась от ее реакции. Вот. А еще вчера позвонили друзья. У нас есть друзья, с которыми мы дружим много лет. Сначала я дружила, потом наши мужья подружились. Ну, в общем, она, как бы, человек в нашем доме самый уважаемый, наверное. Потому что почти все дети и внуки, даже дети кто-то, приняты ей. Она первая женщина, которых они увидели. Как говорит мой Сашка, я ее, наверное, раньше маму увидала. Вот. Ну, и они собрались в Крым ехать. И мы уже об этом знали, что они собираются в Крым. Но не думали, что вот нам удастся вместе где-то пересечься. А вы знаете, вот так повезло, я считаю, что мы вот с ними смогли встретиться. Видимо, сможем. Мы с ними, как сказать, встретиться сможем. Они хотят заехать к нам в гости сюда. Можно, говорит, к вам на пару дней? Ну, как нельзя. Даже если бы у нас было совсем тесно, мы бы все равно смогли потесниться. Если они приедут, действительно, мы вообще с ними любим и отдыхать, и время проводить. Муж Саши, он очень красиво поет, играет на гитаре. Вот. Я думаю, какой-то вечер, если они нам позволят, то мы с любой вам их снимем и покажем. Потому что вот люди, от которых идет один сплошной позитив. Вот просто позитив. Если они на празднике, то вам всегда будет просто... Ну, такое настроение зажигательное. Даже, мне кажется, те люди, которые и не любят особо праздников, танцев и чего, все равно будут увлечены в мероприятие. Ну, вот так вот сложилось. При этом это два очень умнейших человека. Очень умнейших. Наташа, это вообще отдельная песня. У нее такие мозги, что я ходила с ней на разные курсы, которые нам нравятся. Мы же девочки, мы любим чем-то заниматься, кроме работы. И это нужно любому человеку. И вот, когда мы куда-то что-то ходим и чем-то занимаемся, я всегда потрясаюсь, как у нее это все. Вот у нее мозги, как щупальцы осьминога. И прям пук-пук-пук все присасывает к себе, быстро перерабатывает и выдает на гора уже, как будто она всю жизнь этим занималась. Это совершенно о чем бы ни говорить и чем бы она ни занималась. Вот все-таки у медиков вот такие вот головы удивительные. Плюс к этому у нее еще и почерк хороший. А про поводу почерка у меня вот друг, он был заведующим отделением Бурдынка, но ушел на пенсию. Ну, молодой еще мужчина, он моложе меня. Он ко мне как-то пришел на работу и сидит, пишет. Я увидела его почерк, я просто обалдела. Я говорю, слушай, ты вообще не врач, ты какой-то неправильный врач. Я говорю, почему у тебя такой красивый почерк? А он говорит, мама, брала линейку в руки и говорит по пальцам, переписывай, старайся. Я говорит, ну не обижалась, может, где-то в душе. А в итоге так, говорит, я и признателен за то, что у меня вот такой каллиграфический, у него просто каллиграфический красивый почерк. Вот вы знаете, иногда все-таки мы нуждаемся в каком-то кнуте, но он не должен быть без пряника. Потому что, когда кнутом чужие люди трескают, это одно. А когда свои близкие, это воспринимается несколько иначе. Но очень трудно понимать по поводу близкие и далекие. У людей же разные бывают отношения. И очень трудно кому-то доказывать свою искренность слов. Вот я сейчас говорю, я не знаю, услышат это эти люди или нет, о ком я говорю. Когда ты прорастаешь корнями, ты их так любишь, ты для них все готов сделать, и они вдруг вот раз резко из-за какой-то ерунды очерчивают границы, это двигает тебя. И ведь это бывает с теми людьми, которые тебе достаточно дороги, и тебе очень обидно, и даже трудно объяснять им, а почему вы так со мной поступили, а почему вы усомнились в моих искренних чувствах к вам. А когда кто-то усомняется, что-то доказывать и говорить, что ты, ну как бы, хороший, я тебя, честное слово, люблю, ты правда мне очень дорога, ты очень хороший человек. Это просто для меня невозможно. Вот у меня в жизни такой принцип. Я считаю, что очевидные вещи нельзя человеку говорить, хотя одновременно, я и вам говорила, нужно говорить, что тебе не нравится, что ты хотел бы видеть. Не надо ждать, что кто-то догадается, что ты хотел. Но вот тем не менее, очевидные вещи, наверное, все-таки человек должен понимать. И чувства, которые к тебе кто-то испытывает, ты не должен усомняться в них. Ведь если ты усомняешься в чьих-то чувствах, и это всех касается, и меня, наверное, тоже. Я вот сейчас это говорю и думаю, вот я же ведь тоже бывает так делаю, что ты думаешь, а действительно ли человек так искренне ко мне хорошо относится? Ведь как говорят, если ты о ком-то что-то плохое подумал, значит, ты сам на это способен, значит, ты сам готов это поступить вот таким образом, но ты об этом думаешь где-то в глубине души, даже не думаешь, а понимаешь. Но есть у нас некие механизмы, которые включаются, и такие табы у нас существуют, что ты там не можешь себе позволить поступить так или иначе. Потому что, ну, потому что просто нельзя. Потому что просто, ну, недопустимо. Вот я начала с одного, на другой перескочила. Вот я такой человек, мне, конечно, очень трудно следить за моими мыслями, которые вот как скакуны. Ну, в общем, я хотела позитивно сказать, давайте друг друга больше любить, давайте будем учиться друг другу больше прощать, давайте просто станем чуть-чуть добрее. Вот все, кто молодое поколение, они не жили в поколении нас, когда люди жили в коммунальных квартирах. Мне не довелось, ну, бабушка моя жила, много моих друзей жили и на казарме в детстве. И когда я пришла на казарму первый раз, я вообще была так удивлена, что это такое, никогда не видела. Вот этот длинный коридор, общие кухни, комнатки, туалет там, все в коридоре. И люди там жили, ну, там не закрывали двери. Там все мотались, я тут прибежала. Я там у тебя, можно, Зин, я вот это возьму, Кать, да, бери, Тань, там туда-сюда. И все побежали, что-то взяли, что-то сделали. Все друг друга угощали, все чем-то делились. Они жили как большая семья, у нас страна жила как большая семья. И мы сейчас, когда ругаем кого-то, правительство, еще кто-то виноват, да мы сами стали другими. Мы сами закрылись в своей коробушке. Мы наживаем миллион вещей, которые нам по большому счету не нужны. Я вчера смотрела фильм, как-то он назывался, «Сто вещей, больше ничего». Задуматься и там показывать, как у наших прабабушек было 60 вещей, у бабушек там, допустим, 200, у родителей 600, а у нас уже десятки тысяч, шкаф открыл, одеть нечего, вообще просто беда, что делать, в чем пойдем. А по большому счету, когда нас просто не станет, все это не нужно, это будут, может быть, свои люди, может, чужие просто выбрасывать. Вот иногда стоит подумать, разобрать барахло, повыкинуть что-то, вот извещения нужных, пораздать тем, кто нуждается, и, может быть, еще самое главное, выкинуть хлам из своей головы, прекратить думать о ком-то плохо, прекратить делать какие-то поступки, я не знаю даже, ну, что сказать, у всех разные понятия, какие хорошие поступки, какие плохие. Просто давайте все будем добрее, будем любить окружающих. А еще самое главное, давайте любить себя. Если ты не любишь себя, с этим все начинается. Ты не можешь любить кого-то. Человек, не способный любить себя, не может любить окружающих. Ты встал, вот ты думаешь, как хорошо, какое солнце, какая погода, какой день меня впереди ждет. Мне сегодня подружку прислала такой, говорит, человека можно убить одним словом, одной фразой, даже не то, что обидеть, а просто убить. И написано, тебе завтра на работу. Вот у меня сегодня такой кайф, мне не на работу. У меня отпуск, еще несколько дней. Это так здорово, это так поднимает настроение. Кто идет на работу, простите меня, я вас не хотела обидеть. Сегодня воскресенье. Да, но кто-то работает, вот Люба не знает, она просто на письме забыла об этом. У людей бывает сменная работа, и дни недели не влияют на это никак. Я очень долго работала, суббота и воскресенье у меня были рабочими днями. Это было очень тяжело слушать в пятницу по радио. А сегодня пятница, отрываемся, впереди у нас два дня. А вот кого-то нет этих двух дней. Вот я вас хочу утешить. Зато, когда мы кто-то пойдем на работу, у вас будет другая смена, и у вас тоже будет выходной. Хорошего вам настроения, позитива во всем, любви, доброты и всего, что можно хорошего. Меньше ругайте других. Начинайте себя, начинайте любить себя, вам не захочется ругать кого-то. Целую всех. Ну вот, вы и посмотрели видео с Мариной, которое у нас почему-то не выложилось раньше. Вот так вот, Маришка, ты уже где-то на материке, уже где-то едешь прям по центральной, наверное, России. А мы все тебя показываем. Вроде утро разгуливается. Но сегодня вообще должно быть 27 градусов, поэтому у нас еще тепло. Вот что еще хотела сказать, девочки. Я там показывала украшения на последнем видео по переделке. Ну, там браслеты в основном. Это привозила Марина. Ну, короче говоря, я их переделала, но снять не успела. Марина их с собой увезла. Так что будем делать что-то еще новое и вам покажу так-то. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok